Всем привет, друзья! Вы на канале SkyTopGames, и сегодня у нас в эфире игрушка под названием Prehistoric Kingdom. Собственно, спасибо огромной подписчице Хироме за то, что она все-таки меня растрясла, снять для вас, так сказать, вот такой обзорчик, который вы сегодня увидите. Итак, что такое Prehistoric Kingdom? Ну, это экономическая стратегия, в которой игрокам отводится роль руководителя зоопарка, созданного для исторических животных. Да, у нас в распоряжении будет огромная территория, которую можно облагородить, как вздумается. Ну и, собственно, здесь достаточно много различных видов, таких как Мезозойского периода и Кайнозойского. Вот это самое, что, наверное, такое интересное более... Ну, хотя динозавры тоже на нашем канале достаточно пользуются популярностью. Игрушка вышла в свет 27 апреля 2022 года, то есть год назад. Меня многие просили ее постримить, поснимать, и вот мои лапки только до нее добрались. Да, собственно, это стратегия. Стратегия. Очень напоминает Planet Zoo, вроде бы так. Когда там тоже было строительство зоопарка, но с животными, которые сейчас в нашем времени уже находятся. Львы, тигры, там, обезьяны и все прочее. Игрушка очень-очень напоминает чем-то еще Jurassic World. Собственно, давайте посмотрим. Так, по настройкам я, наверное, ходить не буду. Здесь есть два режима. Режим сценария. И есть еще режим создать новый парк. Так, четыре локации, по-моему. Четыре локации. Это у нас Испания. И здесь, кстати, у каждой локации свой климат. Я не знаю, как это взаимодействует на нахождении различных видов. Так, Коста-Рико тропический. И пустыня Иордания. Что мы можем выбрать? У нас есть режим песочницы. Собственно, это бесконечный режим, где нет никаких ограничений. Но мы это знаем, да? Я это еще со времен тропика знаю. Обычный уровень сложности. Высокий уровень. Я думаю, наверное, попробуем на низком. Деньги на старте пять миллионов. Очки науки тысяча. Собственно, очки науки это тоже важная вещь. С помощью которой мы, я так понимаю, будем что-то изучать, открывать новые виды. И у нас есть уже некоторые виды, которые будут открыты. Ну что же, наверное, начнем, наверное, да? Посмотрим. Я так маленечко в нее позаседал. Ну как маленечко? Часик четыре. Сыроватая игрушка. Есть некоторые пробелы в ней, я бы даже сказал. Но да ладно. Так, ну что же, давайте посмотрим. Графика, конечно, графика прямо-таки выделяется. Все детализировано, посмотрите. Обалдеть. Красиво сделано. Это при входе, наверное, такое у нас. Это что у нас? Да, это для визитеров, для туристов, которые будут сюда пребывать. Блин, максимально, конечно, все так проработано, честно, я скажу. Так, ну ладно. Давайте, в общем, что мы будем делать? Для начала, конечно же, нам надо... Так, слоты, разведения, ячейки, инкубации. Здесь мы можем, будем, я так понимаю, вернее, открывать новых животных. Так, это у нас раскопки. У нас есть пока что еще какие-то неоткрытые части света. И у нас есть 3-4 точки, где мы можем вести какие-то раскопки. Ладно, хорошо, это все прекрасно, это меня радует. Млекопитающие. Как я вам говорил, здесь есть виды животных кайнозойской эры. То есть, нашей сейчас эры. Давайте приступим, наверное, сразу к какому-нибудь строительству. Что нам нужно для начала? Я думаю, наверное, нужно провести какую-нибудь дорогу. Так, мы играем на легком режиме, поэтому здесь на некоторых этапах уже что-то у нас открыто. Так, дорога. И что у нас по загонам? Загоны. Вообще, подождите, я хочу посмотреть, какие у нас виды животных есть. Меню управления. Я уже точно не помню, где я это смотрел. Так, это электричество, понятно. Раскопки, слоты, разведения. Ладно. Так, сооружение. Уход за животными. Вот, по-моему, это здесь. Посмотрите, сколько здесь всяких разных, я не знаю, зданий. И, кстати, вот это, по-моему, это... Где наши животные будут отдыхать. Сейчас, в общем, все покажу. Модули. Это не то. Кормление, обогащение. Это кормежка для животных, понятно. Так. Так, модульные сборные конструкции. Так, я не помню, где у нас инкубаторы. Это у нас все для посетителей. Так, ну, наверное, давайте сейчас мы какой-нибудь забор небольшой сделаем. И каких-нибудь маленьких животных для начала, наверное, закинем. По-моему, у нас там есть пситака. Можно развести пситака. Такой вот деревянный забор небольшой. Тут, кстати, да, для каждого вида динозавра, знаете, что прикольно? Нужна именно своя территория. То есть, свои квадратные километры, чтобы им было удобнее и лучше выживать на территории. Чтобы они также чувствовали себя более-менее свободными. Они были как в загоне в каком-то. Потому что статистика динозавров здесь также очень меняется с погодой. Вот это что прикольно, да? Им, у них различные потребности постоянно меняются. Поэтому придется все время расширяться, что-то добавлять. Добавлять воду и прочее. Менять местность деревья. Так, ну что ж, нам надо найти теперь те самые, блин, инкубаторы. Прифабы модуля. Не то. Обогащение. Так, стойте, сооружение для посетителей. Где же оно? Терроформирование не то. Это все не то, не то. Это потом я вам покажу. Так. Сейчас у нас, кстати, да, мы сейчас заведем... Вот они, нашел модули. Вот, питомники для животных. Есть у нас большие. Смотрите, вот такие огромные питомники. Это, знаете, для динозавров очень больших. Таких, как тюрексы, различные брахиозавры. Небольшие, средние, по-моему, да, модули? Ну-ка. Так, да, это средний. Но нам сейчас нужен малый модуль, поэтому поставим его. Так, отлично. Нам нужно провести теперь дорогу. Так, дорога у нас самая обычная. Вот такая бетонная пока что будет. Так. И нужно подключить ее. Конечно же, нам нужно питание, электричество. Ветряная турбина, производство плюс 50, 500 в месяц. Да, содержание 500 долларов. Отлично. Электричество есть. И теперь можно, по-моему... Так. Так, секунду. One moment. Закрываем. Вот, наш модуль. Доступ. Лаборатория генетики. Давайте посмотрим, что мы можем развести. А у нас есть 4 уже открытых вида. Это целофизис. Посмотрите. Какой милашка. Больше похож на компсогната. Так. Протоцератопс. Ох, какой малый. Грозный малый. Можно его покрутить, посмотреть, да. У нас, кстати, есть дополнительные виды, которые мы можем открывать. Но это нужно... Знаете, как? В Jurassic World отправляться, типа, на экспедицию. Помните, да, карту мира, когда я открывал? На супецератопс. И посмотрите, да, в сравнении с человеком. Вот что интересно, да, очень удобно даже. Так. Похеринозавр. Ну, я думаю, наверное, давайте протоцератопсов, наверное, четверых. Небольшую семью мы сейчас вырастим. Создать 85 тысяч долларов. У нас 4 миллиона, так что нам все пока позволяет. Так, пару самцов и пару самочек. Отлично. Так, ну все, ждем инкубации. Ждем инкубации. Так. Так, здесь что удобно, да, наступает ночь, мы можем зажечь фонарик. Таким образом можем наблюдать, что у нас творится. Блин, территория, конечно, посмотрите, огромная. И на любой вот из этой локации, то есть нет каких-то закрытых границ. Вот что мне нравится. Нет какой-то синей сетки. Мы на любой из этих границ можем разместить все, что мы пожелаем только. Так, у нас пока что нет ни одной звезды. Мы не очень популярны. Про парк никто не знает. И для первых гостей мы сейчас, наверное, разместим... Так, сооружение для посетителей. Во-первых, у нас люди, которые сюда приезжают, я замечал, очень требовательные к туалетам. Я не знаю, блин, по-моему, они приезжают в парк не то, чтобы посмотреть на динозавров, а только пожрать, поесть, попить и ходить в туалет. Поэтому, да, поставим сейчас где-нибудь вот здесь туалеты разместим. Прямо при входе, потому что они приезжают уже, хотят очень в туалет у нас. Прямо при входе туалет. Отлично. Так, гостевые. Так, это у нас скамейки, столики и все прочее. Достопримечательности. Вот это тоже очень интересно. Кстати, давайте, знаете, что мы поставим? Информационную сразу первую табличку вот здесь. Сейчас покажу, что будет. Так. Первая. Ну, давайте, наверное, две таблички на этой стороне. Я думаю, что здесь буду размещать не один вид динозавра. Так. И поставим еще кафешечку, небольшой кафе. Киоск. Отлично. Мороженое. Сладкое, вкусное мороженое рядом с туалетом. Самое то. Где-нибудь вот здесь разместим. Кинем дорогу. Так. Вот так. Отлично. Все. В принципе, уже что-то есть на данном этапе. И теперь мы выпускаем наших... Так. Слоты разведения. Наших протоцератопсов. А, выпускаются они, кстати, здесь достаточно легко. Просто вот так вот мы цепляем их здесь. Щелкаем кнопочкой мыши и размещаем на участке. Так, давайте выберем всех и просто сразу кинем. Вот так. Отлично. Наши первые животные в парке. Как это классно. Посмотрите. Потребности. Сейчас мы посмотрим их потребности. Так. Я понял тебя. Не надо мне никаких подсказок. Все. Благополучие 20%. Благополучие мы сейчас их увеличим. Здоровье, питание, обогащение. Им нужны термитники. Блок замороженных фруктов. Вольер. Что по вольеру? Природа. Так. Пропитание. Благополучие. Природа. Вот. Самое интересное здесь это природа. С этим, в принципе, у меня какие-то были непонятные некоторое время проблемы. Но мы здесь можем, короче говоря, смотреть их растительный биом, какой им нужен. То есть, смотрите. У них в обязательном биоме, то есть, это... Сейчас, подождите. Кустарники. Просто нажимаем на него, и у нас растительность здесь автоматически выводится. Кустарники. Кустарники. Что у нас по процентам? Им не хватает леса. Размер слишком большой. Плотность также уменьшим. Со временем, я говорю, ребят, да, потребности их меняются, поэтому, блин, постоянно приходится все переделывать. Смотрите, шкала начинает расти. Им нужны кустарники. Давайте побольше вот так. Что-нибудь большое. Вот. Отлично. Природа. Посмотрите, даже экспозиция изменилась. Так. Посадим сюда. Шкалу высоко не буду поднимать. Еще пару кустарников. Вот. Все нормально. Вот, в принципе, на таком пределе пускай держится. Нам нужна вода. Спокойная вода. Глубоко я ее делать не буду. Так. Разместим где-нибудь здесь. Здесь наши, наши малышки, протоцератопсы, будут ходить пить. Так. Нам нужно теперь. Что нам нужно? Да нам нужно, блин. Нам нужно... Сейчас, подождите. Вода. Еда. Где же она, блин? А. Про питание. Нам нужны термитники. Блок замороженных фруктов. Я не знаю, сколько на одну особь надо, но давайте разместим пару замороженных фруктов. Да. Вот так. Отлично. И термитники. Одного хватит, я думаю. Насекомых нам надо будет покупать. Нам надо будет смотреть за финансами. Это достаточно очень трудоемкая, я бы сказал, работа. Уход за животными. Вот что нам надо. Еще кормушку я, пожалуй, кину им одну сюда. Кормушка обязательно. И здесь мы можем, кстати, менять еду. Так. Сейчас, подождите. Я не помню, где это находится. Так. Список плоский. Питатель. Вот. Мы можем поменять здесь растительность фрукты. Мясо. Ну и, естественно, протоцератопсы. Это не всеядные, это травоядные. Поэтому это будет больше для хищников. Нам нужны будут... А, вот. Насекомые. Можем поменять. Ну, насекомых. Ну, оставим растительность, да. Что у них там в рационе? Давайте посмотрим. Капуста, помидоры там. Что-то еще, да. Какие-то овощи. Непонятно, блин. Блин, какие милые милашки. А Хироми мне говорила, что движения сейчас у них очень изменены. Раньше они просто ходили как статически какие-то. Просто так назад, вперед. Даже ничего не ели. А теперь посмотрите, они употребляют пищу. Посмотрите, они кушают. Они теперь лежат, спят, пьют воду. Я раньше этого не замечал. Ну, как-то не обращал внимания на игру. И, собственно, первые посетители. Так. Нам нужна информация. Потому что люди будут требовать информации. И кран. Мы видим протоцератопса. Смотрите, да. То есть люди будут подходить к информационным табличкам. Изучать их. И смотреть, что за виды здесь содержатся. Вот это прикольно. Классно сделано. С какими-то информационными табличками у меня была проблема. Они вообще прям, от слова, совсем не работали. Что бы я ни делал. Так. Ну, отлично. У нас есть уже кое-какой небольшой первый вид. Протоцератопс. Давайте поставим еще, знаете, что я хотел? Наверное, я разделю на несколько серий. Если вы хотите, обязательно пальчик вверх. Ну, комментарии, там, все дела. Да. Чем больше у нас лайков. Короче говоря, давайте набираем первые 50 лайков. И снимаем вторую серию. Так, здесь придется нам ухаживать. Ухаживать за этими вольерами. Чистим. Они много очень какают. Да. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Очень много какают. Кто-то много слишком кушает и все прочее. Убежище. Так, нужны будут жилища для них. Сейчас покажу вам. Так, загонуем. Где же оно? Блин, я все время забываю. Блин, все так, конечно, раскидано. Что, кстати, интересно. Игрушка совсем вот прямо недавно, она вышла на русском языке. До этого, как мне говорила Хироми, она была полностью на английском. Ну, какие-то модульные постройки, да, они еще пока так же на английском. Но я думаю, все это переправят, исправят. Да. Вот такой загон у нас есть для животных. Собственно, давайте разместим его здесь. Здесь животные у нас будут спать, лежать и отдыхать. Можно им туда соломы, кстати, накидать. Чтобы им удобнее было спать, мягче, да. Ладно, давайте сейчас разместим еще вот такой вот небольшой вольер. Вольер, собственно, где-нибудь вот, наверное, вот здесь, я думаю. Отлично. И сейчас я вам покажу, что это и к чему. Это, да, это небольшой птичник. Смотрите, мини-вольер. Так. Стиль, мы можем здесь что-то менять, температура. Понятно. Окей. Сейчас мы здесь будем разводить маленьких, небольших, так сказать, птиц. Да, птиц. Именно птиц. Так, доступ в лабораторию генетики. Назад. Я надеюсь, они у меня открыты. Я очень в этом надеюсь, да. А, нет, стойте, подождите, подождите, подождите. Мини-вольер. Так. Информация. По-моему, здесь прямо надо открывать. Как-то я нажимал на него. Блин. То есть, их не надо было, знаете, изучать в инкубаторе. Так, список. Это не то. Вольеры. Ох, дайте вспомнить сейчас. One moment. Как же я здесь размещал? Блин. Что ж, я его зря поставил? Или это очередной... Вне очередной баг, я бы сказал. Так. Информация. Давайте поставим сейчас информацию. Что они там все время вечно кричат? Я не понимаю. Так, информационная табличка. Так. Экран. Протоцератопс. Нет. Это не то, не то, не то, не то. Так, короче, друзья. Я так понимаю, что либо это баг, либо что-то я делаю не так, но до съемок я изучал. Все-таки маленько. И как бы, блин, эти маленькие мини-вольеры работали с птицами. Но если что, рассмотрим следующая серия. Давайте тогда напоследок мы создадим какой-нибудь еще один вид. Я думаю, да. так. И разместим их к нашим протоцератопсам. Так, насутоцератопс. Тоже небольшие травоядные. И я думаю, что они с нашими протоцератопсами смогут ужиться. Давайте создадим самца. Надеюсь, он будет не очень агрессивным у нас. и с легкостью уживется с протоцератопсами. Что еще самое прикольное, то что на игрушку очень много различных модов есть. То есть, да, у игры есть стим-мастерская, и это не может не радовать. Ох, какой красавчик. Посмотрите только на это великолепие. Смотрите, какой он огромный. Ох, я надеюсь, он не снесет наши заборы деревянные, будет себя очень мирно вести. И с легкостью уживется. Так. Информационную табличку обязательно надо поставить, чтобы посетители знали, с чем они имеют здесь дело. Так. На сутоцератопс. Отлично. Здорово, тетка. Так. Давайте по-быстрому пробежимся по его потребностям. Что ему нужно, собственно. Так. Благополучие. Блок замороженных фруктов. Блин. Да хватит двух, наверное, пока что. Про питание меня больше интересует природа. Что у него требуется, что, какие его потребности. Кустарники. Так. Какой у него климат-то? Тропический, правильно? Нет? Нет, вот, тропический. Ему очень не нравятся кустарники. Я понял, тропический климат, водные и болотные угодья также нужны. Вода. Немножко конфликтовать будут они с протоцератопсами. Я имею в виду в том, что им нужны более такие менее водные биомы, а протоцератопс очень требовательные, да, у нас. Так. Примерно так. И поставим мы ему тропические его биомы. Так. 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 Плотность. Плотность уменьшим. Как он себя поведет. Ну, более-менее. Более-менее ему нравится. Да, если что, в будущем, короче, этот валер просто мы сделаем больше. Вот видите, я и говорю, то что протоцератопс мне нравятся водные биомы, а насутоцератопс очень прям таки какой-то водо... водный любитель водных процедур любитель. Красавец. Какой же он красивый. Ну что же, наверное, давайте на этом первое прохождение наше закончим. Всем, кому понравилось, обязательно пальчик вверх, подписка на канал и ждем вторую серию. Давайте, первые 50 лайков и выходит вторая часть. И выходит вторая часть. ican пока. Продолжение следует...